Легкий, нежный и воздушный. Такой салат точно станет украшением любого праздничного стола или обычного семейного обеда или ужина. Простые продукты, быстрое приготовление и несколько хитростей, чтобы сделать блюдо еще полезнее. Всем привет! Меня зовут Юля и вы на канале Simple Food. Сегодня готовим новый вариант салата нежность. Кстати, этот салат легко можно подать и на новогодний стол. А вы уже думали про новогоднее меню? Для подачи на праздничный стол этот салат лучше выложить слоями, как я и покажу сегодня. А если хотите быстрее, то можно все ингредиенты просто перемешать. Вкус от этого не изменится. Салат очень вкусный и действительно нежный. Начнем с того, что подготовим картофель. Для этого салата картофель советую запечь в духовке. Предварительно его нужно вымыть и обернуть в фольгу. Я запекаю в духовке 20-30 минут при температуре 200 градусов до мягкости картофеля. Вместе с картофелем мы запечем и куриную грудку, тоже оборачиваем мясо в фольгу и отправляем в духовку на 30-40 минут. Конечно и картофель и грудку можно отварить, но так в духовке получается гораздо вкуснее. Кто пробовал, меня поймет. Теперь лук. Для этого салата нам нужно лук немного замариновать. 1-2 средние луковицы нарезаем достаточно мелко. Можно нарезать колечками, тоже будет вкусно. Нарезанный лук перекладываем в глубокую тарелку. Добавляем соль и сахар. Наливаем яблочный или виноградный уксус и хорошо все размешиваем. Теперь заливаем лук кипятком. Размешиваем и оставляем на 5-6 минут до полного остывания. А пока подготовим остальные ингредиенты. Запеченный очищенный картофель натираем на крупной терке. Для этого салата нам понадобится 3 средних картофелины. Теперь натираем на крупную терку 3 яйца, отваренных вкрутую. Я советую все ингредиенты именно натереть на терке, а не нарезать. Так салат получится намного вкуснее и очень нежный. Теперь твердый сыр. Тоже натираем, но уже на мелкой терке. Берите любой твердый сыр, который вам больше всего нравится по вкусу. Пока мы натирали все ингредиенты, курица уже приготовилась. Нарезаем запеченную куриную грудку на мелкие кусочки. Осталось нарезать пекинскую капусту. Нам нужно совсем немного, примерно грамм 100. Все. Теперь будем собирать наш салатик. Для этого я воспользуюсь разъемным кольцом диаметром 20 сантиметров. Но если у вас нет кольца, можно собрать салат просто на тарелке. Нижним слоем укладываем картофель, натерт на терке. Равномерно распределяем по периметру. Смазываем слой картофеля майонезом или соусом на основе сметаны и горчицы. Так будет гораздо полезнее. Сверху выкладываем маринованный лук. Я отжала его от воды и выкладываю равномерным слоем. Сверху на лук выкладываем нарезанное куриное филе. Распределяем каждый слой равномерно. Сверху на слой с курицей выкладываем снова майонез или соус и обильно смазываем, чтобы этот слой не был сухим. Теперь выкладываем яйца натертые на терке. Тоже равномерно распределяем. Этот слой желательно хорошо промазать или майонезом или соусом. Верхний слой это тертый сыр на мелкой терке. Выкладываем равномерно, распределяем и тоже смазываем соусом. Сверху на салат выкладываем пекинскую капусту. Вот и все, салат готов. Советую дать ему пропитаться в холодильнике хотя бы часик-полтора перед подачей. Так он будет намного сочнее. Готовый салат вынимаем из формы и можно подавать. Салат нежность получается очень вкусным и сытным. Все ингредиенты отлично сочетаются друг с другом и это настоящее блаженство. Приготовление занимает немного времени, а результат выше всех похвал. Очень советую попробовать приготовить. Все ингредиенты вы найдете внизу в описании под этим видео. Я желаю вам успехов в приготовлении. Обязательно попробуйте этот рецепт. Я уверена вам он точно понравится. Как всегда с нетерпением буду ждать ваши комментарии и отзывы. Не забудьте присылать свои фото в инстаграм. Подписывайтесь, если вы еще не со мной. Заходите в гости на мой новый канал. И всем приятного аппетита! Пока-пока!